Добрый день! В эфире Илья Вунг Ти Ви. У нас в гостях эксперт по международным отношениям, политолог Прикор Баласанин. Главная цель Азербайджана – спровоцировать большую войну, потому что Алиев на сегодняшний день находится в такой ситуации, что уже просто без войны он не может выйти оттуда. То есть армянская сторона должна воспользоваться этим моментом, тянуть время и ждать открытия Лачинского коридора собственноручно со стороны Алиева. Мы просто так смотрим, как Азербайджан, по их мнению, устанавливает свои границы и свои исторические границы, как они говорят. На мой взгляд, Армения тоже должна пойти по пути Иордании и на сегодняшний день просто выйти из переговоров с Азербайджаном. Визит Генсека ОТКБ в Армению на прошлой неделе и заявление министра иностранных дел Армении в Москве доказывает, что ОТКБ из Армении никуда не уходит. Если геополитические центры смогут договориться, что они уже за столом переговоров должны решать геополитические задачи и что многополярность или многополярный мир неизбежен, я думаю, что войны можно будет избежать. — Добрый день, господин Баласанян. Спасибо, что приняли приглашение, пришли в нашу студию. — Спасибо за приглашение. — Вчера стало известно, что в очередной раз погиб армянский солдат-срочник от выстрела азербайджанского снайпера. В последнее время участились такие вот случаи. До этого армянские военнослужащие попали в плен, при этом российские военнослужащие, когда пытались его освободить, тоже попали под обстрел. Видите ли вы в этом какую-то целенаправленную, какой-то месседж от Азербайджана? — Ну да, безусловно, месседж есть, месседж довольно-таки открытый. — Главная цель Азербайджана — спровоцировать большую войну, потому что Алиев на сегодняшний день находится в такой ситуации, что уже просто без войны он не может выйти оттуда. И проблема Лачинского коридора, и проблема Арцаха, и большая проблема российских, нахождение российских миротворцев на территории Арцаха. То есть он будет всячески провоцировать новую большую войну, и мы к этому должны быть готовы, потому что никакие последники, никакое международное право, никакое решение международного гаагского суда немедленно открыть Лачинский коридор не могут повлиять на Алиева, потому что он так привык. Он просто понимает только язык силой. То есть Алиеву можно... Ну, вернее говоря, с Алиевым, в принципе, невозможно договариваться. Алиев просто понимает... Если он понимает, что противник сильнее его, он будет отступать. Если он понимает, что все его требования, каждый раз, когда он новые требования выдвигает, эти требования, армянская сторона все время уступает и удовлетворяет, понятно, что Алиев будет стремиться получать большее. И к этому мы тоже должны быть готовы. Вот как раз недавно уже исполнилось 100 дней блокады Лачинского коридора. При этом постоянно с самого начала выдвигались, как вы уже сказали, самые различные требования, которые армянская сторона пыталась удовлетворить. Несмотря на то, что некоторые все-таки она противится, там установление блокпоста Лачинского коридора и все такое. При этом есть ли выход из этой блокады, либо вот Азербайджан будет так вот и держать до доведения до военных действий? Я думаю, выход из этого положения только терпение. То есть армянская сторона должна всячески тянуть время, потому что время на сегодняшний день работает не на стороне Азербайджана. Уже три месяца закрыт больше, чем три месяца закрыт коридор, но население Арцаха не взбунтовалось против властей. В Арцахе, слава богу, положение не такое уж очень-очень худшее, потому что население Арцаха не голодает. Население Арцаха имеет свет, население Арцаха иногда имеет газ и все эти необходимые и медикаменты, и зерно, и топливо, которое им нужно, они получают благодаря российским миротворцам. То есть российский миротворческий контингент занимается социальными также вопросами обеспечения населения Арцаха. Это значит, что план Олева не сработал. Население Арцаха, я повторюсь, не взбунтовалось против своих властей с требованием выполнить любые условия Олева, только чтобы быстрее открылся этот коридор. Олев на сегодняшний день находится в тупике, и если мы будем тянуть время, и если мы будем иметь волю и не поддаться на провокации, и не поддаться на давление Олева, я думаю, что Латчинский коридор может быть открыт именно Олевым. И армянская сторона этот момент должна использовать и все время показывать на Олева, что вот Олев нарушает международное право, Олев не выполняет требования Гаагского суда международного, то есть Армения готова к нормализации отношений с Олевым, но вот Олев не хочет нормализации отношений. И этим самым он нарушает и те обещания, которые он дал и Москве, и те обещания, которые он дал Европе и в США. То есть армянская сторона должна воспользоваться этим моментом, тянуть время и ждать открытия Латчинского коридора собственноручно со стороны Олева. — Госсекретарь США Блинкин заявил, что Армения и Азербайджан могут вскоре выйти на мирные договоренности. Как понимать его заявление? — Ну, Блинкин не впервые об этом говорит. В США уверены, что мирный договор вот-вот будет подписан. И главная цель США — подписание мирного договора. Им не волнует подробности этого мирного договора, будет ли реализован этот мирный договор или не будет. Мы вот видим, что, например, решение Гаагского суда, которое обязательно для всех стран-участниц ООН, Азербайджан не выполняет. То есть у нас нет гарантии, что Азербайджан будет выполнять пункты вот того самого мирного договора, которого так ждут на Западе и который они хотят в ускоренном темпе подписать. Чтобы Армения и Азербайджан вот в таком ускоренном форсаже подписали вот этот договор. Я не думаю, что этот договор, даже если он будет подписан, даст нам какую-то возможность избежать войны или в регионе в результате подписания этого договора на царице мир. Потому что Азербайджан привык не выполнять свои международные обязательства. И я просто не понимаю и удивляюсь оптимизму определенных товарищей и за океаном и в Европе и ту надежду, что они вот-вот будут подписаны этот договор и в регионе на царице мир. Я не уверен, что этого будет и я не уверен, что мы должны вот так все дать, чтобы был подписан этот договор. Я один пример приведу. Вчера парламент Иордании принял решение о высылке посла Израиля. Причина в том, что Израиль опубликовал карту будущего Израиля или настоящего Израиля, в которую вошли и территории, которые принадлежат Иордании. Это им не понравилось, безусловно, и они в знак Димаша, то есть выслали посла, решили выслать посла Израиля из Иордании. Каждый день Алиев опубликует карты и каждый день он создает фейковые организации западного Зангизура, восточного Зангизура, восточного Азербайджана, западного Азербайджана. И мы просто так смотрим, как Азербайджан, по их мнению, устанавливает свои границы и свои исторические границы, как они говорят. На мой взгляд, Армения тоже должна пойти по пути Иордании и на сегодняшний день просто выйти из переговоров с Азербайджаном. И сказать международным и кураторам, и международным нашим коллегам, что пока Азербайджан не будет выполнять свои обязательства, и пока Алиев не остановится и каждый день не будет опубликовать разные карты, которые не соответствуют действительности, и уже ставят под удар территориальную целостность Армении, республики Армения, Армения не будет разговаривать с Алиевым, и мы выходим из переговорного процесса. Есть какие-то международные механизмы, которые принудили бы Алиева выполнять предписание Гаагского суда и договора, если такой будет подписан? Ну, один из вариантов, как вариант, санкции против Азербайджана за невыполнение решения суда. Но США уже заочно так сказали, что, в принципе, санкции не будут работать и не будут иметь такого большого влияния и смысла, потому что они, в принципе, не могут работать. Они уже заранее сказали Азербайджану, что ты не можешь, в принципе, выполнять решение Гаагского суда, и за этого тебе ничего не будет. То есть, первый вариант – это санкции, безусловно, которые вводятся в отношении других стран и в отношении других лидеров, которые не выполняют, например, решение Гаагского суда. Второй момент – санкции на нефтепродукты, на газ азербайджанский, который поступает в Европейский Союз. Но так как Азербайджан является альтернативой поставки российского газа в Европейский Союз, Европейский Союз не заинтересован ухудшением отношений с Азербайджаном. То есть, никаких санкций, в принципе, не будет. И, в принципе, ничего не будет, потому что в очередной раз мы понимаем, что есть двойные стандарты, и международное право используется поскольку-поскольку. Потому что, если они хотят, чтобы международное право было использовано, ее используют. Если они хотят делать так, чтобы не обижать своих партнеров, они, как говорил Аслаб Ибрагимович Бендер, они имеют 400 возможностей не выполнять международное право. Азербайджанская и армянская стороны в этом конфликте всячески также дискредитируют российских миротворцев. Очень много инцидентов. И армянская сторона также заявляет, что Россия является гарантом безопасности Арцаха, на что российская сторона с недоумением, конечно, отнеслась, когда предложили обратиться в Совет Безопасности ООН, если она не справляется с этой миссией. Как вообще вы относитесь к подобным заявлениям, что Россия является гарантом безопасности? Ну, для меня, честно говоря, это была новость. Я не знал, что Россия является гарантом безопасности Арцаха. Мы всегда знали, что Армения является гарантом безопасности Арцаха. Ну, так было, по крайней мере, последние 30 лет. Что касается, что Россия не справляется со своими функциями, то есть миротворческими функциями, поэтому она должна обратиться в ООН. Для меня не очень понятно, во-первых, по какому формату или по какой формуле было определено, что Россия не справляется со своими миротворческими обязанностями. Это во-первых. И во-вторых, почему Россия должна обратиться в ООН? Для чего? Чтобы сама обратилась, чтобы сняли свои миротворческие силы и заменили свои же миротворческие силы на силы ООН или на силы НАТО? Они что, думают, что миротворческие силы НАТО будут делать больше, чем делает российский контингент? Я не уверен. Более того, на сегодняшний день российский контингент не имеет таких больших полномочий. Статус российского контингента еще не очень понятен, потому что, например, российские миротворцы не имеют определенные права, не имеют права применять оружие, не имеют права применять силу, если по поводу открытия Лачинского коридора, потому что мандат российских миротворцев, насколько я знаю, пока что не подписан ни официальным Баку, ни официальным Ереваном. И в этом случае обвинить в каких-то, я не знаю, преступлениях или каких-то намеренных, намерениях, что она намеренно не выполняет свои же обязательства, которые она обязалась сохранить мир и спокойствие, на территории Арцаха и обеспечивать безопасность народа Арцаха. Для меня это большой вопрос. Я не понимаю, откуда дует... Ну, в принципе, понимаю, откуда дует ветер и какие действительно, какие искренние намерения тех людей, которые распространяют такую информацию. А вот этот весь демарш армянской стороны в отношении ОДКБ из последнего, то, что Армения отказалась от своей квоты на должность заместителя Генсека ОДКБ. И при этом премьер-министр Пашинян заявляет, что это не Армения уходит из ОДКБ, а ОДКБ может уйти из Армении. И Арарат Мирзуян заявляет, что Армения не отказывалась от миссии ОДКБ, что там это еще рассматривается. Как вообще вся эта история вам видится? Ну, здесь тоже очень много интересных моментов и новостей. Во-первых, мне не очень понятно, что означает Армения не уходит из ОДКБ, ОДКБ уходит из Армении. То есть, что имеется в виду? То есть, Армения хочет остаться, но ее силой оттуда выгоняют и ОДКБ закрывает дверь и уходит из Армении. Мне непонятно. Я думаю, что те, кто распространяют такую формулу, они должны дать объяснение, что они имеют в виду. Во-вторых, визит Генсека ОДКБ в Армению на прошлой неделе и заявление министра иностранных дел Армении в Москве доказывает, что ОДКБ из Армении никуда не уходит. Третье. Заявление министра иностранных дел о том, что Армения готова к подписанию договора или к подписанию протокола о деятельности миротворческого контингента ОДКБ и протокола о получении помощи со стороны ОДКБ для меня тоже новость, потому что сам Никол Пашинян отказался подписать этот протокол. То есть, что получается? Протокол не подписывается, но мы открыты для подписания этого протокола. Тогда нужно, наверное, было подписать этот протокол. А все остальные вопросы, которые, безусловно, есть в отношении союзников внутри ОДКБ, они должны решаться в нормальной рабочей обстановке, то есть без громких заявлений и без резких действий. То, что Армения отказывается от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ, я считаю ошибкой, большой ошибкой, потому что Армения должна присутствовать в руководящих органах ОДКБ и иметь возможность повлиять на те решения, которые могут быть вынесены и не соответствовать национальным интересам Армении. Если мы там не присутствуем, мы не можем повлиять на эти решения. И в этом плане, как может ОДКБ работать на Армению или на благо Армении, если мы там не будем присутствовать в руководящих органах? То есть, да, проблема есть, да, демаш может быть один раз, два раза, но постоянный демаш, такого вообще нет международной практики, ты можешь не согласиться со своими союзниками, но это не говорит о том, что ты не должен работать с ними, чтобы все те вопросы, которые есть между вами, все эти вопросы решать в мирном рабочем порядке. И это позволило бы и разместить контингент, миротворческий контингент ОДКБ по всей линии армяно-азербайджанской границы. Это дополнительная подушка безопасности для населения Армении. Я думаю, что власти должны сделать выбор между амбициями и национальными интересами, между своими амбициями и национальными интересами Армении в пользу национальных интересов Армении. Не имеет значения, какие у вас личные отношения с руководителями стран, участницей ОДКБ. Это вообще никого не волнует, потому что власть обязана обеспечить физическую безопасность населения Республики Армения. Власть обязана по Конституции обязана обеспечить территориальную целостность Армении. Каким способом она будет это сделать? Это не должно волновать рядового гражданина Республики Армении. Сейчас в Армении находятся наблюдатели ЕС. На ваш взгляд, какая от них польза и какая у них реальная миссия в Армении? Ну, пользы, как показали последние события и пропажи нашего военнослужащего, которого... Кстати, в армянской прессе уже по-другому пишется об этом. Не то, что его похитили. Оказывается, он сумел скрыться, потом какими-то другими тропами доехал до армянских позиций. То есть его не пленили азербайджанцы. По поводу второго инцидента я хочу, пользуясь случаем, выразить свои искренние соболезнования родным и близким нашему военнослужащему. Вот миссия Европейского Союза, она... Главная задача этой миссии не допустить таких инцидентов. Если в течение двух дней два инцидента, один, слава богу, не закончился или пленением, или убийством, второй, к сожалению, закончился убийством, означает, что стоит эта миссия на территории Армении, не стоит эта миссия на территории Армении, для Азербайджана никакого отношения не имеет, никакого значения вообще не имеет. И говорить о пользе, о дополнительной подушке безопасности в виде вот этих наблюдателей европейских, я думаю, очень преждевременно говорить. Они ни разу не доказали и не показали свою эффективность. Они, я об этом всегда говорил, они даже не сумели договориться с азербайджанцами и вынести тела наших ребят, которые с сентября месяца лежат на нейтральной полосе. Они даже этого не сумели сделать. Какая польза может быть от них, если главная задача их просто сидеть в своих машинах и просто прогуляться по территории Армении, снимать и дать видеоотчеты о своей деятельности. Реальной деятельности в полях мы, к сожалению, не видим. Иран не раз заявлял о том, что он не потерпит изменения границ и при этом он будет активно действовать. Можно ли рассчитывать на какие-то активные действия со стороны Ирана в случае возобновления военного конфликта с Азербайджаном? Думаю, можно, если мы будем считать это нашим приоритетом. Если мы будем считать, что война с Азербайджаном, которая, на мой взгляд, неизбежна, сегодня будет, через неделю, будет через месяц, но она будет. Я объяснил, почему она будет, потому что это в первую очередь выгодно Алиеву. Если мы будем выходить из этого и налаживать в первую очередь политические и военно-политические отношения с Ираном, мы можем делать так, чтобы Иран помог при конфликте с Азербайджаном, но мы должны делать все, чтобы интересы Армении и Ирана совпали в этом вопросе. А заявления Ирана говорят о том, что интересы Армении и Ирана совпадают. То есть вчера приехал заместитель министра иностранных дел Ирана. Он в очередной раз повторил, что Иран не потерпит изменения международных границ, геополитических границ Южного Кавказа. Это более чем такой открытый призыв к тому, что Иран будет помогать и Армения может рассчитывать на поддержку Ирана. Но с армянской стороны тоже должны быть конкретные объявления, конкретные слова и конкретные действия, чтобы Иран понял, что все те заявления, которые она делает, поддерживаются руководством Армении. А есть вероятность избежать войны или война неизбежна? Если геополитические центры смогут договориться, что они уже за столом переговоров должны решать геополитические задачи и что многополярность или многополярный мир неизбежен, я думаю, что войны можно будет избежать. Вот, например, интересное заявление вчера сделал президент Турции Эрдоган, что Турция в любой войне, он такое заявление сделал, что довольно интересное, в войне в любой точке мира, в том числе и на Украине, Эрдоган и Турция не будут участвовать. Мы можем это взять и за основу и объявить, что, например, в случае армяно-азербайджанского нового конфликта Турция не будет участвовать. Может быть, и мы можем, потому что Турция на сегодняшний день в таком состоянии находится, в первую очередь экономическом, что, наверное, для Эрдогана не до войны. Плюс там выборы, а Эрдоган не хочет потерять голоса из-за того, что Турция в очередной раз тянулась в войну, которая, по мнению части населения Турции, не ихняя война. И в этом плане я думаю, что если напряженность, региональная напряженность будет снизена, если Иран и Турция найдут общий язык, если Иран и арабские страны найдут общий язык, они, как мы видим, уже начинают находить общий язык. Если Алиев посмотрит и почувствует, что в случае новой войны он останется один на один со своими проблемами и с армией Армении, то, наверное, он не будет начать войну. Господин Баласанян, большое спасибо вам за интересное интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова